В Ярославле еще одна премьера. Фестиваль художественных музеев «Золотой Ярославль» – это первый профессиональный форум, посвященный расширению границ и возможностей музеев с художественными коллекциями. Тему «Музей плюс театр» определило большое количество собраний искусства в регионе и первый русский театр. Наша съемочная группа тоже была на старте фестиваля. Одно из ярких событий фестиваля – мультимедийный проект «Золотой Ярославль» – шедевры. Впервые в одном фильме представили сокровища коллекции областных собраний. От иконы до авангарда. Временной размах от XIII века до XX. Сопровождает показ московский коллектив, который в авторских сочинениях основывается на богатейшем наследии музыкальной русской культуры. Так на глазах публики родилось еще одно произведение. Фестиваль инициировал глава региона и руководство Русского музея. Мы положили, по сути, такое начало серьезному движению, объединяющему художественные музеи, во главе с русским музеем, конечно же, да. И могу сказать, что здесь, знаете, целая программа. Здесь целая программа. Это, конечно же, и обмен опытом, обмен знаниями, обмен перспективами. В Ярославль приехали представители музейного сообщества из 60 музеев страны. Интерес к Ярославской инициативе велик. Спикерами выступают руководители ведущих организаций культуры России, Русского музея, Эрмитажа, музейно-выставочного центра РосИЗО, ГИТИСа. И это были, на самом деле, такие обобщенные большие практики глобальные, которые показывали тренды. Потому что те люди, которые обладают другим объемом с точки зрения реализованных проектов и масштабами институций, которые они представляют, конечно, они дают уже вот такую выжимку вот этого опыта, который нужно использовать и применять. Участники фестиваля щедро делятся с коллегами своими наработками в области сотрудничества музейных и театральных институций. В эти дни в Ярославле работает мобильная лаборатория технологических исследований Русского музея. Обследование картин позволяет искусствоведам изучить судьбу произведения, а реставраторам грамотно заниматься восстановлением. Это взгляд сквозь века. Ярославцы подготовили несколько полотен, истории которых имеют белые пятна. Там написано «Николай Самокиш» и «Кому Володе Лотину». Соответственно, у нас появилось имя того, кому эта картина должна была перейти или в подарок, или, может быть, была продана, или досталась по наследству. К этой фамилии можно привязать, соответственно, и время создания произведения. Первый профессиональный форум закономерно проходит на площадке Ярославля. Семь государственных музеев региона обладают собранием равным фонду Русского музея – 450 тысяч предметов. В наших регионах художественные музеи обладают ценнейшими коллекциями. Что говорить о Ярославской области, которая является второй наравне с Петербургом, с Русским музеем, второй площадкой Ассоциации художественных музеев. Фестиваль, считают авторы, станет еще одной привлекательной особенностью города. Несомненен и эффект большей доступности произведений искусства для горожан. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Главные телевизионные новости. Спор о Бороде. Новый выставочный проект Ярославского художественного музея. Интерактивная экспозиция без экскурсовода и этикеток. Музейное действие с подлинными произведениями, анимацией, музыкой, светом и звуком. Волжская набережная, 1. Телефон 72-92-87.